Здравствуйте! С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland в этом выпуске. Фестиваль пива – это мероприятие для любителей крафтового пива, но не только. Главная идея – это повысить осведомляемость потребителей и побудить их изменить свои привычки употребления пива. Первый такой фестиваль был организован в Лигнице в 2017 году и вызвал большой интерес и очень хороший прием со стороны участников. В 2019 году фестиваль пива был организован в семи городах, таких как Зеленогура, Олесница, Глевица, Варшава, Люблин, Лигница и Вроцлав. Лотный фестиваль пива, потому что мы в разных местах. В прошлом году мы сделали 7 фестивали, в этом году мы их 14 фестивали, но из разных вариантов мы были в состоянии сделать до актуальной, в этом сегодня два. Третий фестиваль в Зеленогуре, но в прошлом году мы вернемся в прошлом году. В этом году фестиваль проходил во Вроцлаве в течение трех дней, с 4 по 6 сентября, возле Зала Столетия. Помимо многочисленных крахтовых пивоварий на фестивале, гостей баловали представители из обширной зоны футраков, где можно было попробовать блюда, кофе и десерты со всего мира. Всего на мероприятии выступило более десятка представителей из Польши и из-за рубежа. Фестиваль во Вроцлаве предоставил целые выходные расслабления в пивной атмосфере. Помимо пива, гости получили отличное развлечение во время конкурсов и концертов. Также участники фестиваля могли принять участие в дегустациях и дискуссиях. Специалисты с удовольствием поделились информацией и знаниями о пивном мире, рассказали, сколько на самом деле стоит пивоварение, раскрыли секреты пивного рынка и показали, как дегустировать пиво, чтобы раскрыть все его преимущества. Мы jesteśmy для всех и кислимся, если о разных народах, мы по-то, чтобы воткнуть людей, чтобы здесь встретились и могли бы напить себе пиво, быть знакомыми, улучшить себя с другими людьми, как бы мы хотим быть таким хабом, который улучшит всех и в такой wspólной милости и взаимной, взаимного респекту. В Польше отметили Всемирный День Неграмотности. В этом случае в рамках пропаганды чтения можно было путешествовать без билета в общественном транспорте Вроцлова. Чтобы не получить штраф от контролера, нужно было всего лишь показать бумажную или электронную книгу, однако журналы и аудиокниги не принимались. Без билетов также можно было путешествовать по железным дорогам Нижней Силезии и по региональному транспорту в пределах Вроцлова. Правила о ведении бесплатного проезда во Всемирный День Борьбы с неграмотностью являются результатом решения, принятого Городским Советом Вроцлова. Это еще одна такая акция за последнее время. Недавно мы могли бесплатно покататься на МПК во Вроцлове 29 августа во Всемирный День Книги и Авторского Права. Также можно ожидать очередных бесплатных поездок на МПК. Например, как и каждый год, 22 сентября, когда отмечается День Без Автомобиля. В 2020 году исполняется 75-летие со дня запуска общественного транспорта в послевоенном Вроцлове. Транспортные заводы города Вроцлова, позже городское транспортное предприятие, начали работу 10 мая 1945 года. Первая автобусная линия, предназначенная для перевозки чиновников, была запущена в начале июня, а 22 августа 1945 года заработала первая трамвайная линия, обозначенная цифрой 1. В память о тех временах и в честь юбилея был подготовлен ряд мероприятий. Один из них – День открытых дверей депо Поповицы. На территории депо были представлены автомобили разных периодов – от немецких вагонов начала 20 века и межвоенного периода до первого трамвая польского производства, созданного после Второй мировой войны, и первого польского скоростного трамвая до одного из первых низкопольных автобусов, произведенных в Польше. Самый старый из представленных автомобилей был построен примерно в 1892 году, а самый новый – в конце 20 века, а также были представлены технические вагоны для обслуживания путей и тяговой сети. Посетители смогли собственными глазами увидеть, как выглядит постоянно реставрируемый уникальный трамвай 1901 года, а также процесс восстановления его внутренней отделки и остекления. Данное мероприятие было бесплатным. В Боту 5 сентября через Варшаву прошел большой марш за климат, организованный активистами Extension Rebellion Polska и Strike for Earth. Марш начался с серии мероприятий, организованных по всей Европе. В Польше они прошли под названием Rebellion 2020. Цвета волн, составные части похода, символизируют эмоции, которые сопровождают людей в связи с климатической катастрофой. Любовь – это красный, грусть – синий, надежда – зеленый и бунт – желтый. В форме маршей мы требуем от польских политиков начать справедливую информационную политику и принять срочные меры для защиты климата и биоразнообразия, заявил Блажий Мирникевич с Extension Rebellion. Это были новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова